Наклейте электроды на грудь пациента. По словам специалистов, такой прибор может использовать каждый, даже не имея медицинского образования. Компьютеризированный помощник не только подскажет, с какой силой нужно давить на грудную клетку, но и как правильно подключить провода. К тому же он противоударный. В сложных условиях, погоды, непогоды, ударопрочный, во всех этих сложных условиях работы скорой помощи, он позволяет быстро и качественно определить ритм и проводить то ли дефибрилляцию, то ли качественный массаж сердца. Голосовые подсказки и защита от падений не единственное, что отличает этот аппарат от прочих. Если раньше были монофазные импульсы, ну и они совсем не безвредные для сердца, то есть они довольно-таки плохо влияют на мышечную стенку и мышечные структуры, то сейчас вот это специальный там есть разряд, да, специальной силой тока, который уменьшает ему повреждающие элементы где-то в два раза. Аппараты сделаны в Америке. Цена одного экземпляра около 50 тысяч гривен. Помимо такой техники областные власти закупили еще 125 машин скорой помощи. Автомобили уже оборудованы новыми устройствами. Мы надеемся в течение четырех лет обновить машину. Но чтобы эти четыре года прожить, вот для этого и закупленное оборудование, чтобы остальные старые машины имели необходимый набор аппаратур. По сути дела, 370 бригад у нас на сегодняшний день укомплектованы. То есть базу мы... Это еще не все, это только начало, потому что есть потребность у нас в замене уже транспорта, но на сегодняшний день все бригады у нас обеспечены дефибриллятором и обеспечены кавиапаратом. Медики утверждают, при своевременном использовании новые аппараты спасают пациентам жизнь в 80% случаев. Насколько полученная техника эффективнее старой, в Донецкой области станет известно в конце года, когда будут подводить итоги работы скорой помощи. Сергей Ганесян, Руслан Новиков, Панорама.